Жизнь императрицы Александры Фёдоровны и графиня Юлия Рантцау, чью смерть императрица тяжело пережила в 1901 году. Императрица всегда интересовалась жизнью тех, кто её окружал, часто оказывая помощь самым простым людям. Однако она находила нежелательным иметь дружеские отношения с кем-либо из фрейлин, так как считала, что проявление симпатии кому-то одному может вызвать зависть других. Исключением была только Анна Вырубова, ставшая ближайшей подругой императрицы. Имея мало друзей в высшем обществе, она оставалась верна тем, кто был ей дорог. Она была привязана к двум сёстрам императора, великим княгиням Ксении и Ольге. Дружеские семейные отношения неизменно тепло складывались с братом Эрнстом Людвигом, который отмечал «Мы всегда были вместе». Да и позднее я был для неё самым дорогим на свете человеком, помимо её семьи. Также он писал, что с вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной отношения складывались непросто. Императрица Мария была типичной свекровью и императрицей. Должен сказать, что и Алекс с её серьёзным и твёрдым поведением была нелёгкой невесткой для такой честолюбивой свекрови. Императрица Мария, как коронованная раньше по семейному закону, изданному императором Павлом, имела преимущество перед более молодой. Ники со своим тонким чувством такта всё время пытался найти какой-то модус вивенди, способ существования, но всякий раз не мог преодолеть железную волю своей матери. В последние годы Александра Фёдоровна была близка с Анной Александровной Вырубовой, их общей подругой Юлией Ден или Лили, как часто можно встретить в письмах. Не случайно в жизни императорской семьи появился Григорий Распутин. Болезнь цесаревича Алексея изводила несчастную мать. В 1905 году к ней привели простого сибирского мужика – Распутина. Этот человек сказал ей «Верь в силу моих молитв, верь в силу моего заступничества, и твой сын будет жить». Мать уцепилась за надежду, которую он ей подавал. Она была убеждена, что этот мужик послан Богом. Сила веры и простое самовнушение, которому помогли некоторые случайные совпадения, убедили её, что судьба их ребёнка зависит от этого человека. Болезнь цесаревича Алексея роковым образом связала семью последнего императора и так называемого старца. Как отмечал в своих исследованиях профессор Ольденбург, Распутин сам ни на какое политическое влияние не претендовал, но для врагов императора он оказался точкой приложения искусно-клеветнической кампании, совершенно извратившей истинное положение вещей.